МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Против руководителя Рязанского антинаркотического ведомства генерала-майора Туровского возбуждено уголовное дело. Хрустальная катана. Рязанские каратисты привезли высокие призы престижного турнира Кубок Содружества. Почему многие военные так и не могут до сих пор въехать в положенные им по закону квартиры? Начнем со скандала недели. На днях издание «Коммерсант» известило о крупном коррупционном скандале, который разгорается в Рязанской области. Сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков генерала-майора Игоря Туровского. Также дела заведены на двух бывших сотрудников Центрального аппарата ведомства. Генерал Туровский подозревается в получении взятки через посредников за снятие ареста со счетов бизнесмена, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Напомним, Игорь Туровский был назначен начальником УФСКН по Рязанской области в январе прошлого года. Под его руководством рязанские наркополицейские вошли в первую десятку среди территориальных органов антинаркотической службы России. И в октябре этого года были награждены собственным знаменем, олицетворяющим воинскую честь, доблесть и славу. Также стало известно, что против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова тоже возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет главное военное следственное управление Следственного комитета России. Обвиняют Анатолия Эдуардовича пока по статье «Халатность». Напомним, Сердюков родился в 1962 году. В армии служил с 1984 по 1985, то есть всего год. Позже прошел обучение на офицерских курсах. После армии работал завсекцией «Лен мебель торга». Потом командовал акционерным обществом «Мебель маркет». Там бы ему, как говорится, и совершенствовать коммерческие силы, и развивать талант. А вот судьба Анатолия Сердюкова поменялась в 2000 году, когда он женился на дочери Виктора Зубкова, тогда руководителя управления Министерства по налогам и сборам Санкт-Петербурга. Вот тогда пошел Сердюков в гору по государственной службе, добравшись до министра обороны. Начнется ли дальнейшее раскручивание дела Сердюкова, пока не ясно. Но скандалы, разгоревшиеся в военном ведомстве, никак не угаснут. Например, даже сейчас, уже при Сергее Шойгу, на посту министра обороны, военные испытывают большие трудности с жильем. Об этом сегодня в экспресс-интервью рассказал наш эксперт Анатолий Кива. По Рязани сложилась такая очень интересная ситуация, когда где-то примерно в 2011 году были выделены огромные деньги, порядка 5 миллиардов рублей на строительство жилья для военнослужащих. Строительство ведется активно. С 2012-2013 года выделяются квартиры. Построено достаточное количество квартир, чтобы, в принципе, обеспечить всех военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, вот этим жильем. То есть, вот здесь, это первая наша ступенька, вроде бы все нормально. Да, все нормально. Да, абсолютно. То есть, в принципе, этим людям волноваться не о чем. Как бы государство о них позаботилось, выделало вот это количество этих денег. Квартиры либо построены, либо сейчас находятся в активной стадии строительства, будут выделяться. Но, как бы мы смотрим статистику по количеству судебных дел, она открытая, каждый может зайти на сайт и военного суда, и районных судов города Рязани. По сравнению с 2011 годом идет 10-ти кратный, 20-ти кратный рост количества судебных дел военнослужащих, которые обжалуют неправомерные действия в жилищных органах, связанных с отказом в предоставлении жилья. И причины абсолютно разные, потому что жизнь наша там абсолютно у всех разной ситуации. Как вы считаете, ваше мнение, существует ли здесь определенное, может быть, психологическое, а может быть, и административное давление на людей, которые работают в этих жилищных организациях, сотрудник огромного ведомства, министерства обороны сейчас? Не создается ли такое впечатление? Почему они так поступают? Ну, это мое абсолютно личное мнение. Да, все-таки давление, конечно, этой системы, оно существует, и всегда есть перестраховка, и у военного суда, конечно, который тоже находится вот в этой вертикали, подспудно он понимает, что он в системе Минобороны, да, он как бы чувствует, и чиновник, который сидит, да, он чувствует, что лучше перестраховаться, лучше я откажу, лучше меня поправит военный суд или районный суд, чем я вот как бы отдам эту квартиру. В пользу закона, но не в пользу ведомства, так сказать. Абсолютно точно здесь ведомственные интересы преобладают. Еще одной важной темой этой недели стали затруднения с обслуживанием пластиковых карт своих клиентов у целого ряда банков после отзыва лицензии у Мастер-банка. Услугами процессингового центра Мастер-банка пользовались более сотни банков России. Он обеспечивал техническое и информационное обслуживание операций с пластиковыми картами в банкоматах и терминалах. Столкнулись с некоторыми неудобствами и рязанские держатели пластиковых карт. В конце этой недели руководство Живаго-банка провело для рязанских журналистов пресс-конференцию, подробно разъяснив сложившуюся ситуацию. 20 ноября после отзыва лицензии Мастер-банка, который осуществлял процессинговое обслуживание операций с пластиковыми картами для значительного количества банков, собственно говоря, простым языком, это информационная техническая обработка информации об операции, которую проводят клиенты-держатели карт. Вот эта информация обрабатывается, скажем так, процессинговый центр, это вот информационный центр, который эту информацию, так сказать, владеет и ее ведет. При этом счета, которые открываются при выдаче карт, и денежные средства, которые на этих счетах находятся, соответственно, никоим образом в Мастер-банке не находятся. После того, как лицензия была отозвана, была приостановлена вот эта самая информационная деятельность процессингового центра Мастер-банка. В связи с этим у держателей карт и возникли вот те самые, скажем так, неудобства, связанные с тем, что они не могли в привычном для них режиме распорядиться денежными средствами. Соответственно, в этой ситуации мы организовали бесперебойное обслуживание владельцев карт во всех операционных кассах банка, без каких бы то ни было ограничений и комиссий при снятии средств. В настоящее время банк уже подготовил, отправил в международную компанию Мастер-карт все необходимые документы для перерегистрации перехода банка на новый процессинговый центр и выпуска новых карт для всех наших клиентов. Вопросы по выпуску карт также на сегодняшний день все уже решены на уровне необходимых документов. С процессинговым центром и банком, который обеспечивает расчеты этого процессингового центра, Росбанк, достигнуты договоренности, что все стороны, которые реализуют этот переход нашего банка на новые карты, на новый процессинговый центр, должны уложиться по этой работе в месячный срок. Продолжает программа материал на тему вопрос недели. Некоторым жителям многоэтажек приходит требование оплатить налог на землю, а ее фактически у себя в собственности народ и вроде бы и не имеет. Как говорится, дело ясное, что дело темное, хотя по большому счету это недопонимание результат запутанности наших норм и законов, которые частенько не имеют простых и понятных механизмов реализации. Далее репортаж. Уже несколько лет жителям многоквартирного дома по улице Высоковольтной, 18, корпус 1 приходят из налоговой инспекции уведомления с требованием оплатить земельный налог за участок придомовой территории. А между тем документа, удостоверяющего право собственности жильцов на эту землю, у них нет, поэтому люди не понимают, за что им платить. Вам пришла бумага, вы платите все это, а остальные вопросы вас не касаются. Вот в чем дело-то. Я еще раз повторяю, мы не отказываемся платить. Дайте нам, как положено, свидетельство на право собственности на землю, приватизируем. Пожалуйста, будем платить. Налоговики же говорят, что документ, удостоверяющий право собственности жильцов на придомовую территорию для начисления налога, вовсе не обязателен. Ведь земля под домом по закону и так уже принадлежит жильцам приватизированных квартир. Прежде всего хочется отметить, что в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, на праве бессрочного пользования, а также на праве пожизненного наследуемого владения. Простыми словами, автоматически регистрация права на квартиру ведет за собой регистрацию права на эту общую долевую собственность. То есть бумаги здесь никакой не должно быть. Юристы из общества по защите прав потребителей со своей стороны все-таки советуют жителям оплачивать этот земельный налог и проводить общие собрания жильцов, чтобы на них решать, как использовать этот участок. К спортивным победам недели. Рязанские молодые бойцы, представляющие региональную федерацию стилевого карате, привезли в наш город необычную награду. Впервые в каратистском зале нашего города красуется хрустальная катана, завоеванная рязанцами на седьмом открытом турнире по карате Кубок Содружества. Соревнования проходили в Гусе Хрустальном. Кубок Содружества – это престижные соревнования, на которые региональная федерация карате охотно и регулярно вывозит своих бойцов. О статусе турнира говорит и то, что на него приезжают легендарные мастера из Японии. Мы туда привезли свою команду сильнейших и сильнейших. И не только. Также туда ездили ребята, которые занимаются первый год. Решили попробовать себя более высоких турниров, высокого класса. Также получить опыт на данных соревнованиях, потому что спортсмены приезжают не только из России, но бывали такие случаи, когда приезжали даже с Украины, с Франции. На турнире присутствовал комиссар из Японии, знаменитый Сенсеи Танако Токинори. Рязанские спортсмены Федерации стилевого карате показали на турнире без привлечения выдающиеся результаты. Высшую награду в разделе формальных упражнений «Кота» среди девушек 17-18 лет привезла в наш город Настя Крикля. Именно в ее спортивной сумке впервые приехала в Рязань хрустальная катана. Я участвовала в категории «Кота» и «Кумите». В «Кота» я одержала победу, завоевав хрустальный меч, а в «Кумите» я стала третьей в категории девушек 16-17 лет. Я демонстрировала «Кота» Джион. Это мастерская кота, считается. Да, это одна из мастерских котов. Долго тренировали? Да, я отрабатывала его много лет, перед тем, как выступить с ним на татаме. То есть не сразу поехали на первый год отработки, даже не на второй, а только когда были уверены, что... Да, когда уверены, что смогу его исполнить достойно. Но меч стояла перед глазами, когда исполняли как-то? Да, однозначно очень хотелось. И вообще это была мечта. Я не думала. А это второй рязанский каратист, который отстоял честь области на Кубке Содружества. Вы видите, как 10-летний Никита Шумкин выполняет мастерскую «Кота» Джион в зале родного клуба. А в «Гусе Хрустальном» он выходил на татаме в свободном поединке. 50 его сверстников пытались оспорить призовые места турнира, но юный рязанский боец в честной схватке победил почти всех соперников и взял серебро Кубка Содружества. Федерация стилевого карате региона позиционирует и пропагандирует японское искусство пустой руки, как массовый вид спорта. Огромное количество желающих заниматься, от совсем малышей до взрослых спортсменов, свидетельствует, карате активно идет, что называется, в народ. Но это не значит, что здесь не взрастают бойцы высокого уровня. Результаты, показанные рязанцами на Кубке Содружества, лишнее тому доказательство. Поздравляем. Продолжает программу репортаж о трудовых буднях рязанских работников правопорядка. Жизнь рязанского полицейского и опасна, и трудна. В любом случае скучно ее назвать никак нельзя. То разбойников поймают, то пиромана-поджигателя. И при всем при этом не забывают детей воспитывать. Не всегда своих. В начале недели рязанские стражи порядка при поддержке бойцов СОБРа задержали и обезвредили настоящих разбойников. При обыске полицейские изъяли у грабителей целый арсенал оружия. Охотничий обрез, сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, гранату РГД-5. Задержанные так и не смогли вразумительно объяснить рязанским полицейским, как они оказались в квартире. Также полицейскими был задержан юный автоподжигатель. Молодой человек по имени Павел признался в том, что он сам лично отправил, уж извините на тот свет, пять автомобилей. А машину ты зачем поджигал? Ну чтобы железо там разное снять, с него там металл вот это все. Проводку медную, может запчасти какие. А много машин поджигал? Пять. Пять. А где? Четыре в песочне и одну на солнечной. Ну а ты что снимал? Нет. Я ждал, пока шумих уляжется вокруг них. Ага. Чтобы потом в разный момент приехать, пока их если не сдадут, и отправить их куда нужно. То есть в черме ты хотел? Ну да. Но у тебя так и не получилось? Нет. Весьма сомнительный и, главное, рискованный метод подзаработать. Хорошо хоть никто не пострадал. Но и в заключении о хорошем. В школе номер 49 рязанские полицейские провели так называемый урок добра. Его основная идея – взаимодействие взрослых и детей. В школе сегодня мы проводим урок добра. То есть такие уроки мы проводим регулярно, на постоянной основе. Цель этого урока – это дружеские отношения, которые должны быть между учениками. Чтобы привить им взаимопонимание. То есть управление полиции, так понимаю, в Рязанской области, в Порвард-Рязани, проводят регулярно, на регулярной основе такие беседы. Да, вот такие беседы, чтобы у нас ученики были привить им не только законопослушные отношения, но и добрые отношения, чтобы они могли помочь друг другу. По словам учителей и инспекторов полиции, изучение мировых произведений искусства помогает молодым людям жить дружно и в согласии с представителями других национальностей. Ведь главное – это позитивный настрой и взаимопонимание. В понедельник на улице Западной произошло страшное ДТП. Водитель 12-й, не справившись с управлением, вылетел навстречу, где по злой иронии судьбы ехал грузовик. Столкновение было неизбежным. В салоне легковушки находилось четверо младых людей. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового автомобиля, 17-летний юноша и 21-летний молодой человек от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель. Авто с множественными травмами госпитализировано в больницу. А утром пятницы произошла трагедия в центре города. Мужчина, решивший перейти дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля. Пострадавший отлетел на соседнюю полосу, где по несчастному, не успев отреагировать, проехали еще двое ничего не подозревающих водителей. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Пешеход, установленный пока мужчина, решил перейти в проезжую часть в неположенном месте. И в это время его сбивает шестая модель. После чего, после этого удара, пешеход у нас отлетает на проезжую часть. И в это время по нему еще проезжают две машины. Шкода и Тойота. Кто прав, кто виноват, будет выяснять следствие. Пока в стоятельстве дело сейчас выясняется. Уважаемые водители, будьте, пожалуйста, внимательнее на дороге. Не нам вас учить элементарным правилам движения в зимний период. Но факт остается фактом. Дорога скользкая. Ведь не только водители, но и пешеходы к наступившему сезону пока не адаптировались. Буквально за три часа в городе Рязани уже произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий в связи с плохими погодными условиями. Кто не переобулся на зимнюю резину железного своего коня, просим переобуть, чтобы они могли вовремя остановиться. Уважайте друг друга, и жизнь наша станет легче и безопаснее. На этой неделе в Москве прошло Всероссийское совещание молодых активистов Либерально-демократической партии России. На съезде побывала и внушительная рязанская делегация. В понедельник в Москве прошел Всероссийский молодежный съезд ЛДПР. Вначале перед молодыми партийцами выступил председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. В своем докладе он затронул широкий круг вопросов. В первую очередь лидер ЛДПР объяснял своим соратникам ненужность для российского государства революций и любых других социальных потрясений. Главное – это созидание, а не разрушение. Вы должны смотреть на свою страну, на весь мир, на ЛДПР, на наших соседей, земляков, соратников. Все-таки с положительными глазами. Все-таки мы должны жить в оптимистическом варианте. Несмотря ни на какую плохую погоду. Надо все-таки порождать в себе или сохранять, если они уже есть, добрые чувства. Потому что отрицательная стихия ведет только к разрушению. Это невозможно. Это нам не нужно. Также Владимир Жириновский заявил о необходимости патриотического воспитания молодежи. На будущий год в декабре будет 25 лет ЛДПР. Я хочу, чтобы Россия могла собственных ньютонов и быстрых разумом платонов российская земля рождать. И мечтать. Надо мечтать. Детям орлиного времени есть воля и зима у вас, чтобы стать героями. Нашего времени. Надо сказать, что Либерально-демократическая партия России ведет активный курс на омоложение. Сейчас партийная фракция ЛДПР самая молодая в Государственной Думе. Очень важно, чтобы молодые люди поняли, что политика это не просто, не только, во-первых, модно, а это действительно модно. И многие сейчас на это обращают внимание. Но в то же время политика дает реальные перспективы. И в частности ЛДПР. К тому я живой пример. Я в 24 года стал депутатом Государственной Думы. До этого я возглавлял секретаря от Жириновского, был координатором регионального отделения. На Всероссийском съезде молодых активистов ЛДПР побывала и внушительная рязанская делегация. В целом около 50 человек. Все тезисы и идеи, произнесенные Владимиром Жириновским, по словам координатора Рязанского регионального отделения ЛДПР Дениса Никитина, станут базами в их работе на ближайшие годы. Но, несомненно, сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает, что партия ЛДПР не на словах, а на деле делает ставку на молодежь, на молодых активистов. От Рязанского региона на сегодняшнем мероприятии представлено более 50 человек. На данный момент очень важно заинтересовать молодежь, потому что будущее нашей страны в первую очередь зависит от молодых людей, от того, какими они станут людьми, какой путь в своей жизни они выберут. И поэтому, конечно, огромное спасибо председателю партии, в том числе, депутатам Государственной Думы, которые это мероприятие организовали, на котором они присутствуют. На мой взгляд, наши ребята крайне позитивные ребята. У нас нет ни в коем случае никакого негатива, никаких деструктивных мероприятий. Мы всегда стараемся развивать наших молодежь, всегда стараемся занимать их интересными мероприятиями. Поэтому, я думаю, что это основной посыл, который сегодня звучит. Сегодня Владимир Вольфович говорил очень много о молодежи, что здесь люди до 30 лет представлены. И, я считаю, в принципе, вот это основное, как бы, сейчас в данном, как говорится, здесь мы собрались по этому поводу. И в Рязани, я думаю, Денис Владиславович такую же политику и будет проводить всем вместе, будем это делать. После выступления лидера ЛДПР еще долго не отпускали со сцены молодые партийцы, желающие сфотографироваться с вождем. По словам организаторов, съезд дает отличную возможность обмениваться опытом и совершенствовать совместную работу всей молодежной организации ЛДПР, которая называется «Время молодых». Далее в нашем эфире очередной репортаж из цикла «О семьях хороших», снятый совместно с Министерством социальной защиты и при поддержке правительства Рязанской области. Семья Павлова-Хаскасимова так привыкла к вопросам прессы, что сама сходу предлагает посмотреть фотографии и рассказать о себе. Они одни из самых ярких, в прямом смысле слова, участников семейных фестивалей. Мы очень долго, даже вечером к нам друзья помогали, как какие-то приезжали, все это очень долго собирали и все-таки собрались и поехали. Мама всех накормит, старшая Настя отвечает за арт-дизайн, средняя Ангелина – за вокальную часть, а папа и самый маленький член семьи Андрей, как и полагается мужчинам, всем помогают по мере возможности. Ну, я думаю, что папа у нас особенный. Наша сила, наша правая рука, мы можем всегда на него положиться. На вопрос о численности семейства папа с улыбкой отвечает – очень хотел сына. Получилось только с третьего раза. Еще недавно Андрей, как папа, хотел водить большую машину, теперь и вовсе мыслит по-взрослому. За своих любимых девчонок надо уметь постоять. Это удивительно, но судьба еще задолго до свадьбы подсказала Ольге, где присматривать любимого. Решила погадать и не поверила, что видит нечто, напоминающее кабину машины. Он ведь из Тульской области и, можно сказать, случайно приехал к брату погостить. Я всегда знала, что у меня будет любящий муж, куча детишек, а самое главное – крепкая и дружная семья. Шли годы, вот и выпускной в школе, учеба в педагогическом колледже, вся жизнь впереди, но семья, детишки. Встреча с будущим мужем была недолгой, но так врезалась в память, что оба не находили покоя. Через две недели тогда еще просто знакомый Александр пригласил Ольгу на свидание и сделал предложение. И вкусно готовит, и хорошая хозяйка, вы, наверное, видите, и прекрасные дети, с чем она справляется. У нас доверительные отношения с детьми, с детьми дружеские, я бы даже сказала. И в основном, да, когда они приходят, в основном рассказывают мне, так как папа в основном у нас находится на работе. Наверное, больше всех повезло маленькому Андрюшке. С Настей учится рисовать, с Ангелиной брать высокие нотки. Она, кстати, недавно получила долгожданную сольную партию, чем вся семья очень гордится. Но, несмотря на плотное расписание, у семьи Павловых есть отличное правило стараться только вместе собираться за столом. Кажется, супруги и сами давно не замечают, как машинально улыбаются друг другу. Они друг друга дополняют. Если у мамы, например, что-то не получается, ей папа помогает. Если у папы что-нибудь не получается, ему помогает мама. Пожалуй, это и есть лучший способ объяснить детям, что такое настоящая семья. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин